Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику на канале, где мы ищем лёгкие деньги в КРМП Мобайл Блэк Раша. Прежде на моём канале я уже выпустил целых три серии данной рубрики, можете посмотреть по подсказочке вот здесь. В данной рубрике мы находим самые необычные работы в КРМП Блэк Раша и оцениваем мы их по зарплате, доступности и сложности. В данном выпуске я собрал достаточно необычные работы на сервере, потому что вроде бы как они считаются за подработку, но при этом на них можно поднять нереальные деньги, практически ничего не делая. Если вы новичок в КРМП Мобайл Блэк Раша или просто ищите лёгких денег на сервере, это видео то, что вы искали. А перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале и если вы так же, как и я, играете в КРМП Мобайл Блэк Раша, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший контент по Фортнайт Мобайл и КРМП Мобайл Блэк Раша. Ну а также, если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в КРМП Мобайл Блэк Раша, то это надо срочно исправить. Скачивайте лучший КРМП Мобайл проект по первой ссылке в описании в два клика совершенно бесплатно на любое андроид устройство. Также, если именно ты хочешь поиграть в Блэк Раша вместе со мной, обязательно добавляйся в нашу беседу группы канала ВК, ну или в наш дискорд сервер. Мы обязательно спишемся, я вас обязательно приму в свою семью на сервере Лайм, ну а также, может быть, подкину немного денег. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, хочу вам рассказать про, возможно, самые лучшие работы в КРМП Мобайл Блэк Раша, на которых всего лишь за неделю вы станете миллиардером. В этом видео я вам расскажу про целые две работы, на которые вы можете поднять достаточно солидные деньги. При этом, как я ранее говорил, они максимально просты. И первая работа называется Кладоискатель. Вообще, на сервере она не зарегистрирована в правительстве и считается как отдельная подработка. Но с помощью нее вы сможете заработать намного больше, чем на других обычных профессиях. Давайте начнем с того, как туда можно попасть. На другом конце сервера, у небольшой деревни под названием Корякино, вы сможете найти одного NPC. Сейчас на экране вы сможете увидеть точное расположение. Требования на работу достаточно простые. Нужно всего лишь иметь персональный уровень 3 или выше и купить в обычном магазине набор Кладоискателя и лопату. Если все вышесказанное у вас есть, вы просто подъезжаете в эту деревню, подходите к NPC и берете у него работу. Далее вам придется ехать на место вашей работы, которая находится на поляне, находящейся между автосалоном элитного класса и Арзамасом. Уверен, вы всегда, когда хотели срезать путь, видели там большое количество человек. Так они как раз таки и работают Кладоискателями. В ваши обязанности входят всего лишь бегать по красным точкам, находить там клад и выкапывать его. Сначала ты находишь 5 кладов, потом их тебе оплачивают. При этом с количеством клада, который ты находишь, у тебя также повышается уровень в этой профессии. А уровень влияет на заработок. Так, в начале в час ты будешь зарабатывать максимум 50 тысяч рублей. А когда ты максимум прокачаешь все 100 уровней, то ты будешь в час зарабатывать 170 тысяч рублей. Учитывая, что на этой работе ты просто бегаешь по точкам, там немного стоишь, потом опять бегаешь по точкам, эта зарплата достаточно солидная. Как вы видите, у этого МПС постоянно тусуются какие-то ребята на достаточно классных машинах. Если будете работать кладоискателем, примерно, я думаю, хотя бы по несколько часов в день, уверен, вы сможете купить даже авто из какого-нибудь там элитного автосалона, это точно. Вторая профессия тоже является как бы подработкой и подразумевает собой охоту. Чтобы начать работать охотником, вам придется ехать на специальную лесную локацию, которая находится на сервере. Вообще, если вы хотите самостоятельно быстро найти работу то ли охотника, то ли кладоискателя, вы просто пишите в чат GPS, потом находите там опцию работы, и там уже находите опцию охотник или кладоискатель. Ну и вам меткой определяется точное расположение, куда надо идти за этой работой. Да, как вы видите, я только что пришел на работу, а тут уже тусуются какие-то челы на классных тачках. Уверен, если будете работать охотником, купите себе точно такие же. В общем, тут тоже, в принципе, похожая система. Есть NPC, к нему подходите и берете себе работу. Но требования здесь немного другие. Во-первых, тут не важен левел, тут важен именно тот факт, имеете ли вы лицензию на оружие. Потому что, чтобы попасть на эту работу, вам нужно купить обычную винтовку в оружейном магазине. Далее, просто гуляете по этому лесу, просто ищите животных, убиваете их, берете себе добычу, ну а потом продаете охотнику. Ну, точнее, тому NPC, у которого вы брали работу охотника. Тут у вас будут предоставлены специальные тарифы, вы их покупаете, потом находите дичь, убиваете ее и берете себе добычу. Короче, чтобы долго не объяснять всю информацию, вы можете увидеть у себя на экране. Минимальная оплата в час 50 тысяч рублей, ну а при достижении сотого левела вы будете за час зарабатывать 200 тысяч рублей. Также можете заметить на экране, что у вас есть некоторые премии, которые вы будете получать за некоторые достижения. Короче, это такая же работа, как и кладоискатель, просто более оплачиваемая, но при этом более сложная. Но согласитесь, что то, что это достаточно круто. Ну а что по поводу этих профессий, думайте именно вы, обязательно напишите об этом в комментариях. Может вы уже работаете кладоискателем или охотником, будет интересно узнать, может я что-то упустил или что-то лишнее сказал, не знаю. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, обязательно поставьте лайк, уверен, данное видео вам понравилось. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok